Здравствуйте! В отделении Орел Банка России прошел пресс-завтрак. Журналисты и специалисты главного управления Центробанка обсудили рынок микрофинансирования в Орловской области. По состоянию на первое полугодие в микрофинансовую организацию обратилось более 4 тысяч человек. Объем выданных займов составил 259 580 рублей. С рынка уходят маленькие компании, компании неэффективные, компании, которые деятельность по сутки не осуществляют, но так или иначе срегистрированы, состоят в реестре. То есть остаются эффективными. Соответственно, при этом здесь мы видим рост и, безусловно, большую часть заемщиков себе концентрируют в микрофинансовой организации. Также специалисты Банка России рассказали про финансовые пирамиды и о том, как не стать жертвой мошенников. Чем принципиально отличаются микрокредитные организации от микрофинансовых? На что стоит обратить внимание при заключении договора займа? На эти и другие вопросы ответил руководитель аналитического центра управления надзора за рынком микрофинансирования главного управления Банка России по ЦФО Олег Лагунов. Есть микрофинансовые организации. Они делятся на микрокредитные компании и микрофинансовые компании. Если мы говорим про микрофинансовые компании, то в принципе это более крупные. Это организации, которые имеют обязательное требование к вичине собственных средств – 70 миллионов рублей. Что имеется в виду? Данные компании имеют право привлекать денежные средства населению на сумму более чем полтора миллиона рублей. Для того, чтобы снизить данные социальные риски, Банк России обязал данной компании иметь необходимое требование к величине собственных средств – 70 миллионов рублей. Таким образом, данное требование делает данные компании более устойчивыми. Если вы приходите в компанию и вам интересны займы, то здесь в первую очередь показатели, которые характеризуют политику по выдаче займов. Соответственно, это определенные условия, процентные ставки, какие есть продукты, микрозаймы, чем они характеризуются, какие есть особенности. Если вы смотрите на деятельность компании и хотите удостовериться, что компания хорошая, то, что она легальная – это понятно, а то, что она финансово устойчива, она успешно развивается. Здесь имеет смысл посмотреть на документы компании, на отчетность. Как правило, компания заинтересована в том, чтобы к ней пришел заемщик или инвестор, и организация охотно делится данной информацией. Очень важно изучить условия договора. Если мы говорим о содержательной части, в первую очередь это общие условия займа и индивидуальные. Общие мы понимаем, это для всех договоров займа, для всех заемщиков. Индивидуальные касаются лично вас и характеризуют ту финансовую услугу, которую вы хотите получить. Процентная ставка, очередность платежей, сумма, прочие условия. Здесь я бы даже сказал, прежде чем заключить договор, нужно реально оценить, способны ли вы исполнить данное обязательство. Является ли ваше обращение в микрофинансовую организацию действительно необходимым. Допустим, если вы берете короткий займ, займ до зарплаты, как правило, это очень маленькие суммы, но здесь и высокие процентные ставки. Соответственно, если у вас есть выбор взять 5 тысяч, ну, к примеру, или 15 тысяч, и вам хватит 5 тысяч, то есть вы должны понимать, что если возьмете 15, здесь будут большие переплаты по процентам, вам это будет невыгодно. Оценить также свои риски по платежеспособности. Хватит ли вам денежных средств, чтобы выплатить это обязательство. Это что касается условий и, в принципе, ответственности заемщика. А принципиально важного, я обращу внимание, здесь является величина полной стоимости кредита займа. Так называемый показатель поиска. Он указывается на первой странице договора займа. Производитель онлайн-касс Эва Тор почитал, во сколько россиянам обойдется новогодний стол. В базовый набор на одного человека по версии компании вошли домашние салаты оливье и сельс под шубой, сырная и колбасная нарезка по 50 граммов, по одному бутерброду с красной икрой и семгой, три мандарины и яблока. Дороже всего праздничное застолье обойдется жителям Якутии. Им придется потратить 447 рублей из расчета на одного человека. Самый дешевый новогодний стол в Оренбургской области. Жителям этого региона обойдутся вышеперечисленные блюда в два раза меньше – 221 рубль на человека. А на этом у меня все. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова